Всем привет! Смотрите, какая огромная посылка мне пришла. Она намного больше, чем формат А4. Это посылочка из магазина Мир Вышивки. Сейчас посмотрим, что там. Я уже разрезала пакет. Смотрите, как упаковано. Я не стала вытаскивать, чтобы показать вам упаковку. Вот этот магазин, миркрестиком.ру. Ссылочка есть у меня в описании. Если вы еще не делали там заказ, то можете воспользоваться моим промокодом Инесса, который дает вам 10% скидку на первую покупку. Вся информация есть в инфобоксе. Можете открыть, почитать, если вам интересно. А сейчас я вам буду показывать, что мне пришло в этот раз. Какие я наборчики выбрала. Вот так упакован набор. Очень хорошо упаковано, потому что набор большой. И он, конечно, помялся бы в дороге. А так он пришел вот в таком классном виде. Новенькое все такое, непомятое. Смотрите, что я заказала. Это пластиковая канва. Я вышивала снеговичков от DesignWorks. И там у меня не хватило канвы, потому что схема была рассчитана впритык. Нужно было отступить всего одну клеточку. А я отступила 4 клеточки. И поэтому у меня не уместились все снеговички. И вот в магазине Мир Вышивки я нашла вот такую пластиковую канву. Там два вида канвы. Я заказала вот такую. А 14 написано. Которая соответствует 14 каунту. Но там есть еще канва покрупнее. Но мне нужна именно такая. И вот такая белая. На прозрачной я не очень люблю вышивать. А это канва белая. Вот. В общем, все, что мне нужно, я заказала в этот раз. И в том числе канву. Не только наборы. Это бабочка от фирмы Вдохновение. У меня уже есть три бабочки из этой коллекции. И в моей коллекции будет четвертая. Мне девчонки дарили этих бабочек. И вот я заказала еще вот такую. Адмирал красный. Этих бабочек в магазине Мир Вышивки очень много. Там большой выбор. Это, конечно же, не последняя бабочка, которую я хочу заказать. Я не хочу собрать всю коллекцию. Но многие бабочки мне нравятся. И, ну, я думаю, штук пять у меня их должно быть. Это четвертая бабочка. Ну, посмотрим, да. Там разгонюсь, может быть. Но я буду еще заказывать. Я не пробовала вышивать. Когда я попробую вышивать, тогда уже я решу. Нужно мне много бабочек. Или пять достаточно будет. Потому что вышиваются они не так уж легко, как кажется. Ну, в каком плане нелегко. Нужно вышивать мононитью. И прятать эту ниточку, чтобы не было узелков. Я все картины оформляю. И меня напрягает вышивать без узелков. Хотя я умею это делать. И не люблю работать с мононитью. Может быть, мне понравится. Я работала с мононитью. Бисероплетения у меня были, пасхальные яйца. И, в принципе, я с ней работала. Но не понравилось. Я люблю нитками вышивать. А здесь, конечно, обязательно нужна мононить. Вот. Ну, это... Я так думаю, что она обязательно нужна. Поэтому начну. Вот. А там уже видно будет. Конечно, мне в готовом виде очень нравятся эти бабочки. Когда я у девчонок вижу, как они их вышивают. Естественно, мне тоже это хочется. Все. Но... Но надо попробовать. Я никогда не скупаю все сразу, пока не попробую. Обалденная бабочка. У меня те бабочки голубые. Голубые, синие. Там оранжевый. Голубой, синий, оранжевый. Это черное. Наверное, еще для разнообразия нужно будет какую-нибудь бабочку-капустницу. Какую-нибудь зелено-желтенькую. Вот такой еще наборчик я заказала. Давно я смотрела на этот набор. Он недорогой, этот набор, от фирмы Овен. Он размер 30 на 25. Вот такая красивая смородина. Вышивается на 14-й конве. Но смотрите, какая классная проработка. Вот на мой взгляд, когда я только первый раз увидела этот набор, я думала, он вышивается на 18-й конве. Ну, может быть, на 16-й. Но то, что он вышивается на 14-й конве, для меня это открытие. Посмотрите, какая проработка. Вот если смотришь вот так, да, издалека, как будто это фотография. Обалденно проработано. Посмотрите, какие ягодки. Они просто как натуральные. И представляете, да, если еще и вышить на 18-й конве, вот меленько и оформить куда-нибудь в прикладную вышивку или в шкатулочку. В общем, мне кажется, это вообще будет обалденно. Когда вы покупаете наборы от фирмы Овен, то внимательно читайте описание. Потому что некоторые наборы вышиваются в две нити, а некоторые в три. Вот этот вот наборчик, он вышивается в три нити. У некоторых производителей нитки вот здесь, их сразу видно, а у фирмы Овен нитки не видно. В наборах Овен нитки ПНК. У меня были ПНК. И вышивать в две нити канва светится. Поэтому вышивка по схемам Овен часто идет в три нити. В общем, когда вы вышиваете, внимательно читайте описание. Когда мы первый набор с Алиной вышивали от фирмы Овен, то не обратили сразу внимания, что вышивать нужно в три нити. И когда идут бленды, там, например, две нити одного цвета и одна нить другого цвета. Часто встречаются такие бленды. Но посмотрите, какой получается результат. Вот они действительно такие насыщенные ягодки. Если вы будете менять канву, он меньшего каунта возьмете, то в две нити достаточно вышивать. Но я буду вышивать на четырнадцатой в три нити. Вот такие сочные ягодки. Я, кстати, не видела еще отшив вот этой готовой работы на Ютубе. Как-то этот набор не пользуется вроде спросом. Но я на него давно глаз положила. Я давно его разглядывала и давно его хотела. И вот нравился он мне именно тем, что канва четырнадцатая, а проработка схемы вот такая шикарная. Это редко бывает. Молодцы дизайнеры. Вообще нравятся мне дизайнеры фирмы Овин. У них новинки выходят. И они покупают схемы Анны Петуновой. И по ее схемам делают наборы. Вот новые наборы, которые выходят, есть по схемам Анны Петуновой. В этом наборе дизайнеры Екатерина Андреева. Да, кстати, девочки просили меня называть артикул. Не знаю, может быть по артикулу им удобнее искать эти наборы. 831 артикул. Этот наборчик называется Смородина. На сайте легко найти. Заходите в раздел наборы Овин. И там можно его найти, этот наборчик. Кстати, очень удобно на сайте распределено. И по производителям можно поискать, и по техникам вышивки можно поискать, и по поиску забивать название. Мне нравится. Я уже там ориентируюсь так хорошо. Все, что мне нужно, я моментально могу найти. Поэтому люблю этот магазин. Я его всегда любила. С первого дня, как только у меня стали выходить видео на моем канале, и всегда были покупки из этого магазина. И вот такой огромный набор. Вообще обалденный набор. Он не умещается в кадр, поэтому я вам поставлю сейчас картинку, чтобы вы ее хорошо разглядели. Этот сюжет, эта схема разработана по картине Ромео и Джульетта по мотивам Фрэнка Бернарда Дикси. То есть это репродукция картины. Размер 30 на 54. Размер большой. Crystal Art это та же самая черивна мыть. То есть как у нас идет вот Панна и Клард, это фактически одна и та же фирма. Ну у них там подразделение, да, есть. То же самое черивна мыть и Crystal Art. То есть это, наверное, дочерняя фирма от черивна мыть, потому что черивна мыть появилась раньше, а Crystal Art попозже. Но, в принципе, это одно и то же. Схемы там одни, одинаковые. Кстати, могу сделать обзор на один и второй набор в следующем видео. Если нужно будет, вы пишите. Если вы хотите увидеть обзор, то я вам могу сделать обзор вот на эти наборы. Сразу скажу, вышивается нитками Bestex. Да, конечно же, это не самые приятные ниточки. Но цена у этих наборов очень даже бюджетная. А за такую цену купить репродукцию картины вот такого большого размера практически невозможно. Вот этот набор, вот этот набор черивна мыть, он комплектуется нитками Madeira. В общем, смотрите внимательно. Если вы хотите купить набор, то нужно смотреть описание. Я заметила, что черивна мыть комплектует Madeira, а Crystal Art комплектует нитками Bestex. Может быть, вот поэтому разные названия. Хотя я не знаю точно. Может быть, у Crystal Art тоже есть нитки Madeira, но я не встречала. Вот какие наборы есть у меня, они именно так разделялись. Я вышивала черивна мыть лимоны, там была Madeira. И вот в этом наборе, да, получается Madeira, невинность. А вот здесь Crystal Art нитки Bestex. Вот может быть, поэтому разделили, чтобы люди не путались. Хотя, девчонки, пишите, у вас в Crystal Art были нитки Madeira или нет. Нет, я могу ошибаться. Это вот я по своим наблюдениям, из тех наборов, которые вот у меня сейчас есть, я такой вывод сделала. Может быть, это вывод неправильный. Я вышивала фрукты от Crystal Art. Там точно были нитки Bestex. Вот. И здесь Bestex. Но что я хочу сказать. Нитки Bestex, они, конечно же, худшего качества, не такие, как нитки Madeira. Но, если бы вот этот набор был укомплектован нитками Madeira, представляете, сколько бы стоил этот набор. Он бы стоил, как минимум, в два раза дороже. Вот. А так, в принципе, можно купить за недорогую цену вот такую огромную репродукцию. Многие зрители наши не могут тратить большие деньги на вышивку, на наборы, но им хочется вышить большую картину, репродукцию. Поэтому я считаю, это отличный бюджетный вариант. Как бы ни ругались наши вышивальщицы на нитки Bestex, но нужно понимать, что не все могут вышивать нитками Madeira и нитками DMC. Я, ну, слава богу, могу себе позволить и теми нитками вышивать, но и в то же время я не пренебрегаю вот такими наборами. Ну, я такой человек всеядный. Да, есть деньги, куплю дорогие нитки. Нет денег, куплю GAMMA и Bestex. То есть я в этом плане не капризная. Вот. Так что... Но есть у нас вышивальщицы, которые принципиально не вышивают нитками Bestex или GAMMA и не понимают, зачем наборы комплектуют такими нитками. Комплектуют именно потому, что у нас не все люди хорошо зарабатывают. Как я уже говорила часто, наша страна это не только большие города. Очень много народу живут в провинции, получают маленькую зарплату, маленькую пенсию. И поэтому вот этот вот вариант, вот такая огромная картина, бюджетная, я считаю, тоже должна быть. Не должны все наборы быть дорогие, комплектоваться дорогими нитками и дорогими стразами Сваровские. То есть наборы должны быть бюджетные тоже. И вот в этом плане, я считаю, черивны мыть молодцы. То есть они делают и бюджетный вариант, и в то же время они выпускают наборы премиум класса, да, можно так сказать. Этим мне нравится. Вот этот подход у них очень хороший. Кстати, вообще было бы отлично, да, если бы фирмы, производители одни и те же сюжеты комплектовали дорогими нитками и дешевыми. И было бы два набора по разной цене. Вот это вообще было бы шикарно. Я думаю, тут они не потеряли бы ни дорогих покупателей, ни покупателей, у кого достаток маленький. Вот смотрите, какая еще есть красивая репродукция. Я ее не видела. Я, кстати, увидела эту репродукцию только здесь. У меня еще от черивна мыть есть вот такая картина, невинность. Это репродукция по мотивам бугро. В общем, вот эти вот две картины такого огромного размера есть теперь в моей коллекции. Вот эту картину мне дарила моя рукодельная подруга, с которой мы общаемся. Вот такая есть у меня картина. Двое бегут под грозой. И хотела я еще приобрести двое на качелях, потому что когда эти две картины висят рядом, они обалденные. Видела я у многих вышивальщиц эти две картины рядом, классные. И я хотела вот эту вторую картину приобрести в свою коллекцию. Да, когда-нибудь у меня, может быть, будет музейная коллекция висеть на стене. Я уже, в принципе, готова к этому. Осталось только закончить начатые процессы и начать что-то из музейной коллекции. Вот смотрите, какая картина. Я, кстати, эту картину не видела. В принципе, проработка классная. Очень понравилась мне вот эта картина. Наверное, это будет новинка. Может быть, она уже вышла. Я еще не интересовалась. Теперь поинтересуюсь. Так, читаем описание. В набор входит цветная схема, инструкция АИДА-16, бисер пресиоза, мулине, хлопок и игла. Очень даже интересно, бисер пресиоза. А где же здесь пришивается бисер? Я не знала, что здесь еще есть в наборе бисер. Наверное, цветочки, что ли, бисером. Очень даже интересно. Мне самой стало интересно. Наверное, все-таки будет обзор на этот набор. Я, кстати, думала, этот набор вышивается на 14-й конве, но он вышивается на 16-й. А ну ничего, я на 16-й тоже нормально вышиваю. Артикул в наборе Ромео и Джульетта БТ-034. Артикул в бабочках очень сложный. БГП-036. Вот такая классная посылочка мне пришла. Пополнение в моей коллекции. Я хомяк знатный. Зрители моего канала уже об этом знают. Я всегда радуюсь своим пополнением. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok